Так, ну вот опять мы двигаемся по Берлинке, к перекрестку Детского мира. Буду его так называть, потому что название более понятное всем. Значит, к сожалению, сегодня у нас, наверное, больше уже ничего не получится. Встретили мы ребят с Москвы, с Голландии, там тоже приехали из Любопытства, да, получилось? Да, они приехали просто из Любопытства, они здесь не служили, но вот может где-нибудь кто-нибудь из них выложит фотографии в интернете. К сожалению, мы не догадались обменяться адресами, но может сейчас что-нибудь еще придумаем. К сожалению, хотелось бы еще бы, конечно, немножко погулять уже пешком, но я думаю, что время у нас уже совсем мало ограниченное. Значит, вот за этой сеткой с левой стороны находится дом офицеров. Я думаю, что больше уже, наверное, мы туда никогда в жизни не попадем, но вот так вот чуть-чуть я сдалека поснимаю. Ну, хочется еще добавить, что где-то 25-го, приблизительно апреля 1984 года, вот через это КПП, которое сейчас вот у нас будет впереди, бывшего рядового Данилова привезли из города Франкфурт-на-Одаре и доставили вот в эту воинскую часть. Телефонов и микрофон. Вот это дорога, по которой каждое утро и несколько раз в день проскакивала чайка господина главкома на полной скорости. Значит, фактически вот это вот место вперед, если мы посмотрим, значит, тут все было когда-то очень замечательно. А вот двух командирских домов наших и нет. Вот здесь вот стояли два больших командирских дома новой постройки, вот с этой стороны. Все-таки, значит, их немцы снесли. И нету помещения первого караула вот на этом месте. Вот наша замечательная часть бывшая, 43-й АПО, Роза-Люксембург-Штрассе. Да, тут вот это вот место, вот пустое место, вот это вот как раз и был первый караул. Вот эти домики приведены в нормальное состояние по сравнению, как они раньше были. Значит, вот с левой стороны вот казармы 43-го АПО, малый штаб. Значит, сейчас вот здесь вот будет за елками солдатский клуб. Но вот сейчас Сергей остановится. Обратите внимание, вот таких знаков очень много и знаки эти не шутка. Значит, вот мы сейчас на данный момент, да, находимся на Роза-Люксембург-Штрассе. Честно говоря, не помню, старое это название или это уже название присвоено новыми властями. Значит, вот все-таки это, значит, сейчас я перевожу камеру, поднимаю ее немножко выше. Вот это вот впереди здание 1-го пострелкового батальона. Наверху мансарда, где находилась рота химзащита. Вот, смотрите, вот там видим кусочек поликлиники, да, вот здесь вот впереди гараж главкома. Значит, а вот это вот продовольственные склады ВЧПП-8340. Значит, дом, который занимали офицеры-прабщики, значит, с Женей, я сейчас даже не помню здесь, кто жил, но я был в этом доме несколько раз, значит, поднимался на крышу, потому как кабельные линии все заворачивались на крышу в этот дом. Значит, вот так вот это теперь выглядит. Это вот коридор, окошки коридора. Обратите внимание, да, остатки детской площадки, то есть все-таки здесь люди жили. А жил человек, к которому я ходил, как раз вот там вот наверху. Значит, вот домик, стоящий недалеко от этих домов, про которые я только что говорил. Значит, к сожалению, вот он нежилой, этот домик, значит, может, на нем где-нибудь сохранился. Но, наверное, пока я не вижу ничего. Вот, значит, вот стараюсь снять. О, есть номер, кто может помнить, 118. Ну вот, я поднялся немножко повыше, сейчас тут получится видно. В этой поликлинике я тоже ходил демонтировать зубы. Значит, сажение, где что тут расположено, ребята, я не знаю. Вот, поэтому я сейчас сниму небольшую панорамку. По-моему, умери возможности. А вот, 119-й, дробь 3. Пожалуйста, смотрите. Ну, вот так вот выглядит территория, которая отделялась от штаба, ой, от 43-го полка. Вот казарма 43-го полка охраны. Значит, вот солдатский клуб. Забор, как видите, на месте. Значит, сейчас я попробую дойти до края забора, в какую-нибудь сторону. Расскажу очень интересную историю о том, как я умудрился через этот забор прыгать. Если обратите внимание, за забором это помещение 4-го караула, внутреннего караула, который охраняешь охрану знамя части, артсклад, еще бензохранилище. И вот здесь вот, на углу, вот за этим заборчиком, находится телефонный бокс. А мне нужно было проверить линию связи вот в этот домик один и в другой. И для того, чтобы туда попасть, нужно было каждый раз, проверяя связь, ходить вот оттуда, внутри части, вот до конца улицы, потом вот так вот обратно по этой улице и вот к этим домам. Ну, Андрюша, рядовой Данилов, решил совершить более умное мероприятие. Он вот здесь вот перепрыгнул через забор и как раз вот с этой, вот с этой откуда-то, с этой стороны ехал УАЗик, ехал УАЗик с командиром полка. И рядовой Данилов, перелезая через заборчик, как раз оказался перед этим УАЗиком, за что был и наказан, за собственный, как по-русски говорится, пофигизм. Кстати, забыл сказать, значит, вот эта дорога, которая ведет в сторону домика главкома и в сторону ансамбля группы сельских войск Германии. Вот каждое утро, да, командирская, ой, чайка генеральская, вот оттуда на большой скорости пересел, поворачивая вот здесь вот, выезжала вот на эту дорогу мимо нашей части и с большой скоростью гналась вперед. Вот до того впереди видного поворота дороги. Вот это вот пустынное место, которое когда-то миновалось помещением первого караула. Вот отсюда ребята выходили с карабинами на плечо, и вот по этой дорожке, огибая поворот, двигались в сторону штаба части, штаба группы советских войск Германии. Вот прямо по этой дороге вперед. Вот если обратите внимание, то вдалеке видно ворота штаба. Вот это вот то, что когда-то миновалось гаражом Главкома. Вот здесь вот стояли Главкомовские Волги, Главкомовская Чайка. Был большой, ну точнее небольшой заборчик. Значит, и вот если мы сейчас сделаем вот так вот камерой, то вот она, КПП нашей. Да, надо все-таки сказать, что двух командирских домов на самом деле уже больше не существует. Это те дома серого кирпича, которые мы дружно, все дружно ходили и скоблили. Единственное только, я могу предположить, что все-таки их переделали, перестроили, и они вот эти вот дом, раз дом как бы, может быть, потому что все-таки времени прошло очень много. Я думаю, что вряд ли их так переделали.